Уважаемые партнёры, уважаемые друзья! 26 декабря 2022 года, и можно подвести кое-какие итоги работы в Ореховом саду. Ну, скажем, год был сложным, засушливым, и дожди пошли под занавес в конце августа, в сентябре. Как раз на момент уборки это сорвало уборку. Мы, по сути дела, технологию уборки нарушили, и поэтому качество иногда оказалось ниже, чем на что мы рассчитывали и во что вложили. Однако есть орехи, есть сорта, которые, несмотря на непогоду, несмотря на капризы климатические, ну, показали прекрасный результат. И я вот хотел продемонстрировать вам, как выглядит в этом, ну, мягко говоря, неблагоприятном году сорт Филипп Литра. Это подарок деда Филиппа. Я многочисленных видео показывал вам, и на момент, когда дед Филипп принес орехи, мы били их и снимали, показывали. Значит, ну, вот, скажем, по результатам этого года, можете, пожалуйста, возьми крупным планом. Вот, какие орехи. Просто я говорил, что орехи достаточно крупные. Вот видите, вот это президент, вот это первая ледя, а вот это Филипп Литра. Да, он немножко проигрывает им по размеру, но по наполненности и по качеству ядра он не проигрывает. Он очень прекрасно смотрится. И вот это ядро. Ну, сказать, что Чандлер отдыхает, наверное, слишком громко сказано. Но это очень качественное ядро, при том оно выполненное, рельефное, красивое ядро. И вот как смотрится Филипп Литра уже в нашей стандартной коробке. Пожалуйста. Конечно, вот если сравнить его с президентом, видите, президент. Получается 8 орехов в коробке. Здесь несколько больше. Однако качество прекрасное. Я, пользуясь моментом, хочу еще раз поблагодарить деда Филиппа за его, скажем, человеческий подвиг. Когда он добирался к нам ночью 120 километров под дождем, чтобы единственной целью я хочу, чтобы эти орехи, чтобы они были у всех в Молдавии и во всем мире. Это его выступление. Мы, кстати, поставим ссылку. Вы можете еще раз послушать вот тот момент в 16-м году, в ноябре месяце, когда мы впервые с ним увиделись. В прошлом году мы нанесли ему визит накануне Нового года. Подарили наш стандартный подарок. Добавили пару кубов хороших акациевых дров. И я накануне Нового года снова побываю у него. И мы сделаем съемку для того, чтобы... Потому что очень многие задают вопрос, как себя чувствует дед Филипп на 87-м году жизни. Мы посмотрим на те деревья, которые подарили ему в прошлом году, которые были посажены нам в прошлом году. И пожелаем ему от себя и от вашего имени крепкого здоровья. И великую благодарность от Орехового мира за такой щедрый подарок. Будь добрым. Субтитры создавал DimaTorzok